печки щепочницы либо печки щепочницы идеальное приспособление для приготовления еды если мы отправляемся куда-то там где есть лес потому что дрова под ногами дрова под руками никаких затрат на топливо и самое классное это атмосферное времяпрепровождение потому что я думаю кастрик мы все любим полить но ребята какой формы выбрать печку щепочницу каким функционалом она должна обладать всем хай с вами митяй и вы на канале дима варчун давайте сегодня разберемся какой же все-таки формой какими же все-таки функционалом должны обладать печки щепочницы какой печкой щепочницы постоянно пользуюсь я и почему я к такому выводу к такому выбору я пришел у меня сегодня на обзоре будет три печки это turbo печка печка мною доработанная с алиэкспресс и пиролизная печка то же самое с алиэкспресс я не буду ребята вдаваться в характеристики в какие-то там моменты касаемо этих печек с большего расскажу про плюсы и минусы безусловно этих печек сделаю небольшой тест который я давно хотел сделать который у меня был в мыслях и подведу какие-то определенные итоги и так ребята давайте рассмотрим вот такую вот turbo печку и и производит несколько производителей я думаю все вам понятен смысл работы здесь находится закрытая колба имеется нагнетатель вентилятор который создает тягу создает воздух внутрь этой печки и тем самым как получается раздувает пламя раздувает огонь при помощи отверстий в этой печки какие же ребята плюсы могут быть и минусы у этой печки плюсы но то что наверное ветровой поддув создает определенную тягу раздувает угли и мы можем использовать как топливо можем использовать влажные даже мокрые я бы сказал ветки для того чтобы эта печка горела ребята но данная печка все эти печки имеют скажем так вертикальную загрузку когда мы что-то варим у нас стоит какой-то казан и идет какой-то кан допустим то для того чтобы нам полить дрова в этой печке нам надо использовать очень мелкие веточки прям реально веточки ребята чтобы вот это вот все сюда закидывать постоянно контролировать подачу этого огня то есть мы не можем закинуть скажем так количество дров и потом пойти на полчаса чем-то заниматься потому что ну у нас все это безусловно прогорит может быть там не за пять минут но там за три за семь минут в это вряд ли поэтому мы можем конечно напилить вот таких вот маленьких дровишек да там по по 10 там по 8 сантиметров но для этого ребята нам надо пила а если мы хотим снизить вес нашего снаряжения то мы будем как правило мы должны пользоваться дровами которые мы можем сломать просто ногой либо сломать руками поэтому давайте рассматривать изначально такой вот вариант что мы будем топить наши печки щепочницы без каких-то вспомогательных приспособлений без пилы и соответственно топора поэтому вертикальная загрузка ребята она не всегда хорошо даже если мы сюда положим какую-то длинную палку вот в эту вертикальную загрузку то часть палки у нас будет торчать соответственно отсюда будет идти огонь и не всегда это будет удобно и это будет рационально ну так же хочу отметить ребята что камера сгорания здесь тоже такая недостаточно объемная также к минусу я хочу отнести то что эта печка но в таком предварительному минусу эта печка весит 860 грамм без батареек ну и такой момент что для работы этой печки соответственно нужны батарейки также ребята стенки у этой печки достаточно такие толкостенные и неоднократно наблюдая за использованием этой печки у других пользователей я видел что эта печка прогорает потому что все-таки тонкий металл это нержавейка и он все-таки прогорает потому что сделать ее она достаточно объемная здесь много компонентов то есть наружный стакан внутренний стакан сама подставка скажем так то делать из какого-то толкостенного металла приведет к еще большему увеличению веса поэтому производитель все-таки выбрал какую-то золотую середину нержавейка но и такая достаточно толкостенная дальше ребята это вот такая вот китайская печка с алиэкспресс это копия печки фаербокс то есть она складывается вот в такую небольшую книжечку имеет 15 на 10 на 4 сантиметра то есть посмотрите какой объем она занимает также хочу добавить что минус вот этой печки ребята turbo печки это все-таки объем понятно что это все как бы складывается вот это убирается вниз вентилятор прячется вовнутрь ребята но с большего у нас любом случае остается вот такая вот бочечка которая занимает достаточно приличный объем в районе примерно двух литров то есть вам постоянно надо будет носить вот этот объем и это такой существенный объем в вашем рюкзаке если мы идем куда-то с рюкзаком там в 20 в 30 литров пускай даже в 40 литров то вот эти вот два литра существенно сократит объем внутри вашего рюкзака ложки ребята но я не скажу что ножки являются каким-то преимуществом потому что здесь любом случае все закрыто когда мы что-то там нагреваем либо когда у нас работает печка щепнется даже на траве если там выгорит какой-то небольшой участок это все ерунда для печки ничего у нас не загорится не пронесли даже ставить на торф там не будет такой же высокой температуры чтобы что-то там прям прогорела и прям прожгло землю поэтому наличие вот этих ножек но я не скажу это плюс или какой-то минус да они есть но отнести их к положительному либо к отрицательному качеству я не скажу что касаемо ребята вернемся к нашей этой китайской печки и для того чтобы она у меня помещалась вот в мою эту сковородку я ее уменьшил по объему по длине чтобы все это компактно грубо говоря собиралась также я добавил сюда отверстие это отверстие было заводское что зачем я все это делал смотрите ребята у нас здесь получается горизонтальный подача дров то есть когда мы сюда закладываем дрова мы можем сюда ложить вот такие вот по линии нам не надо не пила не топор мы их ногами поломали вот так вот положили сюда сюда положили именно коротенькие что нам получилось поломать все это у нас горит когда вот этого часть у нас прогорает мы грубо говоря достаем и опять подкладываем уже когда она уже прогорел то есть когда вот этот я не могу сломать ногой но при желании конечно смогу но не могу допустим сломать ногой то и вот я до засовываю сюда для этого и было сделано вот это конца здесь у нас все это прогорает и получается я когда-то прогорела да я это все меняю и достаю обратно и это ребята по большому счету просто костер который находится в боксе фаербокс она поэтому так и называется я могу распалить здесь кастрик пойти ставить лагерь и то есть мне не надо подрабатывать какие-то мелкие щепки постоянно сидеть коптить в этой рядом коптите рядом с этой печкой щепочной то есть я поставил сюда налил воды поставил чайник либо поставил какой-то другой котелок все я ушел и начинаю заниматься какими-то делами поэтому ребята здесь у этой печки одни сплошные преимущества весит эта печка 500 грамм ровно 500 грамм иногда там на весах бывает 501 но весит она 500 грамм и как я уже сказал собирается разбирается она достаточно легко она не титановая как оригинал фаербокс она сделана из такой достаточно дубовой это не нержавейка это просто металл какой-то черновой потому что она уже вся ржавая но ребята я скажу так что я этой печкой пользуюсь наверное три года вообще моментов прогорания даже не наблюдается то есть здесь металл вот я не мерил конечно к сожалению я вам скажу ребята что визуально вот этот металл который находится здесь он ну в два раза толще нежели металл который находится на турбопечке колосник здесь внутри имеется поэтому все что здесь прогорает ребята она просто образуется в пыль и когда я убираю эту печку щепочница от приготовления я могу своим ковриком стряхнуть и это пыль просто разлетится и пропадет не причиняя никаких-то следов не оставляя вернее никаких следов не причиняя каким-то вреду именно по кровали с новым покровом поскольку ребята это костер в боксе то есть определенные минусы что дрова к этому нужны достаточно сухие но ребята смотрите чем фишка как у любого костра как только мы напалили углей как только там есть жар вы сюда уже можете запихивать все что угодно даже полностью сырую ветку она будет там сохнуть за счет жара она будет гореть будет прогорать поэтому самый такой момент акцент это распалить эту печку то есть сначала мы ее подтапливаем желательно именно сухими пытаемся дровами если у нас влажная среда влажные дрова а потом уже закидываем все остальное поэтому я люблю эту печку я постоянно с ней пользуюсь 500 грамм огромнейший функционал печка мне это очень нравится дальше ребята вот такая вот пиролизная печка она я думаю вы все понимаете что такое пиролизная печка это когда газы тот вернее тем углеводороды которые содержатся в дыме они догорают при помощи тяги которая образуется во время горения то есть повышается небольшое кпд этой печки то есть если обыкновенный огонь там у нас это сто процентов турбо печка за счет поддувания там еще как бы больше кпд но не за счет огня а за счет именно жара то здесь как бы именно тепловое воздействие за счет этого пироль за когда вас догорает именно огонь он как бы повышен по отношению к этой печке эта печка также складная то есть она складывается вот в таком вот формате и достаточно имеет небольшой объем то есть вот так вот она складывается здесь примерно 10 на 12 сантиметров конечно топка у нее самая маленькая по сравнению с этими печками и еще такой как бы немаловажный фактор ребята это вес вот эта печка самая легкая она весит в районе 300 грамм то есть это весит 300 это 500 это 860 без батареек и вернемся тогда давайте и соберем вернемся дальше к этой печке вот так вот она собирается и то же самое ребята смотрите здесь идет вертикальная подача дров опять-таки это большой большой минус и поскольку камера сгорания ребята то эта печка ну не знаю ну максимум на одного человека то есть поставив сюда вот эту большую сковородку сюда вообще неудобно что-то кидать надо приходится постоянно сидеть и вот такими вот маленькими маленькими щепочками непосредственно какими-то там ее подкармливать а это все неудобно делать надо постоянно все это делать в перчатке в любом случае перчаткой мы как бы пользуемся но все равно неудобно какими-то там смотреть куда-то забрасывать поэтому все вот эти вот пиролизные печки именно такие вот мелкие особенность вертикальной загрузкой но они вообще неудобно и в использовании просто пипец и самый главный ребята минус этой пиролизной печки это то что сырые дрова сюда ложить вообще но просто не вариант потому что она начинает дымить потому что здесь идет тяга как бы снизу и вот этот пиролиз для того чтобы он горел ему нужна определенная температура и ребят и когда мы палим именно сырые дрова в пиролизной печки это превращается в мучение дым у нас застилает он не дает происходить внутреннему горению какой который находится в этой внутренней камеры поэтому для пиролизной печки ребята как бы ее там не расхваливали как бы там не хвалили и кпд для нее нужны только сухие дрова в этой можно изначально там просушиться пропалится это у нас все раздует любые там дрова сырые то в пиролизной ребята печки нет такой не даже когда там будет жар тот дым который будет выходить с боков он будет мешать полноценному нормальному горению если у вас постоянно сырые дрова поэтому ребята для себя однозначный выбор я сделал это вот такая вот печка именно firebox которая обладает наименьшими плюсами по отношению к этим двумя печкам и сейчас ребята я хочу произвести эксперимент я взял с собой 10 литров воды у меня есть одинакое количество дров и я хочу просто понять сколько мне потребуется дров одинаково количество дров для приготовления еды то есть я посмотрю сколько намного дольше будет на какой печке намного дольше будут работать гореть вернее дрова при каких условиях и также я хочу ребята сказать что вы может скажете что этот вентилятор можно использовать можно использовать а можно вернее не использовать но тогда ребята я повторюсь что не производитель во первых не рекомендует эту печку использовать просто без вентилятора потому что жар должен отсюда выдуваться потому что происходит расширение это все-таки толкостенная нержавейка и вы тем самым еще больше увеличиваете момент прогорания этой печки поэтому она изначально задумалась только под вентилятор чтобы внутренняя вот этого часть внутрь наружная рубашка она постоянно охлаждалась потому что она сделана из из тонкостенной нержавейки поэтому использовать ее чисто как печку щепочницу в кратковременном моменте возможен но в долгосрочное использование не вариант ну вот друзья по записывал я пока горели печки еще пару видео для вас в дальнейшем вы их увидите на канал между прочим подписывайтесь на канал ставьте обязательно колокольчики как мне рекомендует мой смм щек привет ему и так какие выводы ребята я сделал ну я как бы был немножко уверен в этих выводах но давайте я им вас озвучу пиролизная печка ну ребята это вообще не вариант для наших условий вот хотел добавить для того чтобы уравнять все эти три печки я замочил дрова на сутки то есть дрова у меня были ну скажем так немножко сыроватая как они там пропитались я конечно не знаю может быть одна древесина в большей степени одна может быть меньшей но сам момент ребята что сутки они у меня лежали в тазике и пропитывались водой теперь выводы которые я сделал было одинаковое количество дров по весу именно по весу по характеристикам я думаю тоже они были примерно одинаковые так вот ребята на turbo печки играя режимами то больше то меньше то убавляя как бы вообще убавляя вентилятор то есть убирая как бы turbo режим на этом количестве ребята они горели 40 минут я успел закипятить но буквально там кипят постоянно закипятил слил закипятил слил примерно в районе ребята около там четырех литров воды и самый момент что горение при turbo режиме было 40 минут ребят с пиролизной ребята печкой но я мучился просто пипец во первых я мучился когда ее распаливал то есть дрова действительно были такие влажные и я оставил небольшой запас щепок полностью сухие для то чтобы мне было больше распалить но ребята дым стоял столбом ничего на хрен здесь не горело поэтому пиролизная печка только для сухих дров и не буду вам лукавить ребята но после получаса дыма задымления я убрал эту печку из эксперимента потому что ничего на сырых дровах не горит она то есть ей надо чисто сухие дрова и поэтому она не могла использоваться быть в эксперименте в этих условиях что касаемо ребята вот этой печки она на этих же дровах которых у меня было горела почти ребята час десять то есть считаете на 30 процентов больше нежели на turbo печки и теперь это смотрите на вот этом час десять я смог закипятить восемь с половиной литров воды закипятил слил закипятил слил в два раза ребята больше нежели на turbo печки почему потому что тот жар который образуется в этой печки ребята он никуда не делается он никуда не вернее не дается мы подкидываем дрова у нас вода кипит у нас идет равномерное горение у нас нет поддувала то есть жар который образуется он не обусловлен степенью закипания быстрее воды либо медленнее воды ребят у нас все идет равномерно и увеличенный у нас во первых интервал горения и во вторых за счет того что у нас жар находится постоянно внутри он никуда не улетучивается отсюда то есть жар у нас находится постоянно здесь ребят поэтому восемь с половиной литров воды я закипятил понятно что за дольше время ребят но из-за в два раза больше воды я закипятил нежели чем на turbo печки я как бы предполагал это но я не предполагал что реально разница будет такая вот огромнейшая ребята что касаемо распалки да я как бы сюда забросил сухие щепки распалил и в тот момент примерно в тот момент когда здесь уже вода может быть немножко закипала то здесь вода только начинала подогреваться то есть момент обусловленный распаливанием этой печки не имея вентилятора конечно эта штука имеет преимущество ребят но я как бы уже не использовал поджопник не лукавил но если ребята брать уже так по серьезному какой-то тест полевых условиях вернее не теста уже использование я думаю если сюда два раза дунуть чем-то помахать мы можем ускорить раздувание этого костра и тем самым заменить этот вентилятор который находится в turbo печки и ребята самый такой момент это действительно использование вот этой печки непосредственно как замена небольшого костра то есть вы не будете в ней готовить вы не хотите распаливать костер потому что вы находитесь в каком-то нацпарке еще что-нибудь если вы вообще не хотите оставлять следов вы просто под эту печку подкладываете фольгу подкладываете какой-то негорючий материал палите здесь костер он достаточно объемный получается достаточно приятный и уже в такой ламповой ситуации в ламповой обстановке вернее получаете удовольствие от похода поэтому ребята я считаю что мы тесты были достаточно объективные я ни в коем случае не пытался вывести эту печку потому что действительно у нее все преимущества для чего тогда и где использовать turbo печку ребята turbo печку я считаю надо использовать при большом групповом походе но не в этом случае продаются turbo печки с более большим объемом тогда степень нагнетания температуры именно этого жара она может быть рационально то есть мы туда ставим какой-нибудь большой казан там на 10-15 литров создается определенная температура у нас есть повар у нас есть кашевар которые вот они сидят там вдвоем кто-то там ломает эти щепочки 2 подкладывает до увеличивается конечно потребление дров но сокращается время на приготовление еды ребят то есть когда большая компания именно я говорю в больших объемах именно 15 12 10 литров нам надо готовить именно если же мы ребята идем там группа я не знаю там пять человек и нам надо приготовить еды на пятерых не говоря уже про десятерых там человек то вот эта печка щепочница идеальнейший вариант в этой печке щепочнице я готовил на шестерых то есть максимально когда я готовил это на 6 человек то есть у меня был трехлитровый трехлитровая кастрюлька котелок трехлитровый и без проблем я готовил то есть в длительном периоде мы и чай кипятили то есть воду кипятили на этой печке щепочницы и я делал паэлью и дел пасты различные и супы мы варили на этой печке щепочни то есть она у меня но постоянно используется в групповых в одиночных походах то есть дров как правило тратится меньше время расходуется рационально то есть не надо сидеть постоянно возле этой печки мне не надо постоянно сюда что-то подкадывать подкидывать смотреть контролировать жар который то есть именно делать меньше больше огонь как она горит как она не горит то есть здесь ну понятно вот и такой момент я еще затрону как убрать жаре ребята вы просто достаете одну полежку и все у вас меньше горение но меньше температура все то есть соответственно вы грубо говоря убавили огонь а здесь как бы ну не скажу но мне кажется тоже намного сложнее это все контролировать то есть вы не можете достать угли вы не можете достать лишние дрова вы сложнее намного контролировать именно жар который образовывается именно в этой печке когда у вас стоит небольшая кастрюлька поэтому ребята еще раз повторюсь выводы делайте сами но при большем внутреннем именно объеме при большем именно как это сказать большие камеры сгорания печки щепочницы именно turbo печки щепочницы они имеют место жить да скажем так десяти человек до какой-то там легкой посуды там на 5 на 3 литра ребята я считаю вот эти вот печки именно firebox они намного выигрышнее они намного продуктивней нежели turbo печки щепочницы ну а печка щепочница которая имеет пиролиз ную систему который использует пиролиз ребята ну если кто-то купил пользуйтесь но мне они изначально когда я пользовался я был ну как то так доволен во первых маленький объем во вторых как бы вот этот дым горит вот эти вот углеводороды которые находятся в дыму как бы повышают кпд ребята но как только вы столкнетесь с влажной древесиной этой печки приходит к обздец она перестает гореть но и немаловажный фактор что широкую большую посуду не в зависимости даже если увеличить объем этой печки увеличить камеру горения вертикальная загрузка ребята это один большой минус для печек щепочниц где есть вертикальная загрузка поэтому как то так пользуйтесь ребята печками щепочницами выбираете или не выбираете именно firebox она может быть ребята другой формы на аллее есть различные другие формы единственное что я вам ребята скажу что когда вы будете покупать другой формы печку щепочницу именно как firebox берите чтоб она была на шарнирах потому что есть которые складные у вас постоянно будут руки в говне руки в саже даже если вы будете перчатки все равно это как бы не очень а есть такие печки щепочница которая именно на шарнирах то есть она как гармошка раскладывается вы собрали зажали направляющий и намного комфортнее использовать но вот эта печка ребята я считаю самая лучшая печка щепочница из дешевых печек щепочниц не брать конечно оригинал firebox то она намного выигрышнее намного продуктивнее чем вот эти вот печки маленький объем маленький размер вес 500 грамм намного выигрышнее чем turbo печка меньше дров большее кпд горения поэтому поэтому я и пользуюсь ребята этой печки пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу какими печками щепочницами пользуетесь вы пользуетесь ли вы вообще печками щепочницами но я считаю ребята что до печка щепочница это очень атмосферно это очень лампово потому что кастрики полить мы любим всем так что пишите комментарии подписывайтесь обязательно на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео с вами был дядя митя всем новых километров удачи пока